Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виталий Волков. О событиях в городе-регионе расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Новые торговые объекты на территории Десногорска. Нам было принято решение данный земельный участок также предоставить в аренду, потому что это в первую очередь пополнение бюджета муниципального образования. Место, где рождаются творческие личности. День открытых дверей в Доме детского творчества. Дом детского творчества работает в шести направлениях. Это уже у нас на мероприятии было озвучено. Сейчас на данный момент у нас 33 творческих объединения и около 760 человек обучающихся. А теперь подробнее об этих и других новостях. Смоленские депутаты одобрили новую льготу для многодетных семей. Перечень налоговых льгот в регионе будет расширен для отдельных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Также налоговые ставки будут снижены для ряда образовательных учреждений и развивающегося бизнеса. На ближайшие три года от налога на имущество будут освобождены общеобразовательные организации, которым это имущество передано в безвозмездное пользование. Для ряда налогоплательщиков устанавливается льгота по транспортному налогу. Депутаты обсудили отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие текущего года. За шесть месяцев основной финансовый документ региона исполнен запланированным дефицитом. Такие отчеты депутаты заслушивают регулярно. Это позволяет анализировать ситуацию с доходами и расходами и своевременно вносить коррективы. Пополнить городской бюджет рациональным использованием городской земли решили в Десногорской администрации. Сдачей в аренду земельного участка также удастся избавиться от долгостроя, который годами скрывался за забором в одном из микрорайонов города. Подробности далее. Заброшенная территория в третьем микрорайоне у первого дома. Уже много лет за перекосившимся забором виднелись только трава, человеческий рост и куча мусора. Все это время земельный участок находился в аренде у предпринимателя, который за отведенные шесть лет не смог реализовать свой деловой проект. По этой причине договор аренды был расторгнут. Нами было принято решение данный земельный участок также предоставить в аренду, потому что это в первую очередь пополнение бюджета муниципального образования. Участок по площади большой, поэтому было принято решение разделить его на два и выставить на аукцион. В третьем микрорайоне Десногорска находится не только местный рынок. Еще здесь расположено несколько сетевых торговых магазинов. В том числе из-за этого интерес к свободному земельному участку оказался достаточно высоким. У нас поступило по семь заявок и на тот, и на тот участок. Ну и в итоге мы заключили договор аренды с ООО «Днепровский Бекон» и индивидуальным предпринимателем Абравенко Михайловичем. Это предприниматель из города Рославля. Предприниматели уже представили проектные решения своих объектов. Документы будут согласованы в ближайшее время. Конечно, особое внимание будет уделено соблюдению правил и норм благоустройства. Торговые объекты обещают быть современными, собственной парковкой и привлекательным внешним видом. Сдача одного из них планируется уже весной будущего года. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. Смоленские работники леса отметили профессиональный праздник. Благодаря их труду сохраняются и приумножаются лесные богатства региона. Самых лучших чествовали в областной филармонии. Губернатор Алексей Островский поздравил присутствующих и вручил передовикам отрасли, ведомственные награды и благодарственные письма. Отметим, что лесной массив на Смоленщине занимает 42% от всей площади региона. Это более 2 миллионов гектаров. Благодаря работе ведомства этот показатель ежегодно увеличивается. В Смоленском районе решают проблему с очистными сооружениями. Они должны появиться сразу в двух поселениях. Регион стал одним из немногих, в который были направлены почти миллиардные федеральные средства на развитие инфраструктуры ЖКХ. Их выделили благодаря заместителю председателя Государственной Думы Российской Федерации Сергею Неверову. На место будущих очистных в деревню Сметанино уже завезли трубы для водопроводных сетей и канализации. Залили монолитную плиту, заказали оборудование для трех канализационно-насосных станций и сооружений биологической очистки. Новые очистные сооружения построят и в Пригорском. Все работы проходят под пристальным контролем местных жителей. В общей сложности на решение проблем с очистными в деревне Сметанино и селе Пригорское Смоленский район получил более 200 миллионов рублей. Строительство объектов должно быть выполнено за 6 месяцев. В Смоленске прошли межрегиональные учения газовиков. В областной центр приехали специалисты из Смоленска, Тулы и Орла. Они приняли участие в конкурсе профессионального мастерства аварийных бригад по устранению последствий чрезвычайных происшествий. Это были не просто показательные выступления, а настоящая практическая отработка профессиональных навыков, которые необходимы газовикам каждый рабочий день. Посмотреть на работу настоящих профессионалов приехали и 40 будущих газовиков. Все они студенты Смоленского строительного колледжа. В будущем ребятам предстоит все это выполнить в так называемых боевых условиях. 12 сентября в Десногорском доме детского творчества прошел день открытых дверей. Желающие записаться в творческие коллективы познакомились с педагогами центра и стали зрителями праздничного концерта. Подробности в сюжете. Большой актовый зал, в котором проходил концерт, едва вместил всех желающих. Воспитанники дома детского творчества тепло встретили своих гостей. Они подарили присутствующим несколько вокальных и танцевальных номеров. «Я спросила, у тебя врала?» «В огород веселила!» «Правда ли нам?» «Правда да». «Ты не врешь, и будешь не врать!» «Ты не врешь, и мы не будем давать даже!» Дети и их родители смогли познакомиться со всеми педагогами и объединениями, представленными в Центре творческого развития. От хореографии до вокала, от рисования до инженерной графики. В Доме детского творчества представлен такой широкий выбор направлений, что каждый желающий может найти себе занятие по душе. Дом детского творчества работает в шести направлениях. Это уже у нас на мероприятии было озвучено. Сейчас на данный момент у нас 33 творческих объединения и около 760 человек обучающихся. Мы надеемся, что к нам придут больше детей, потому что в прошлом учебном году у нас было более 800 детей. В этих стенах ребята развивают в себе творческие способности и получают дополнительное образование, становятся гордостью для своего родного города. В Доме детского творчества всегда царит атмосфера уюта и доброжелательности. Здесь сложились настоящие семейные династии, и теперь бывшие воспитанники с большим удовольствием приводят на занятия своих детей, братьев и сестер. Я была воспитанницей Дома детского творчества. Я сюда ходила пять лет. Потом у меня моя средняя сестра тоже сюда ходила к Алене Михайловне. Ну и вот как бы уже подошло время, и мы сестру тоже решили сюда на танцы отдать. В ходе мероприятия директор творческого центра Елена Долженко провела церемонию награждения обучающихся. Грамоты получили ребята, которые принимают активное участие в различных конкурсах, выставках и фестивалях. Также она выразила благодарность педагогам за их работу. Она отметила, что то, чем занимаются в центре, надо сохранять. Все направления деятельности учреждения по-своему уникальны и имеют важное значение для сохранения культуры и традиций области. По ее мнению, через такое образование дети никогда не забудут свои корни и успешно реализуют себя в жизни. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ. В Смоленске прошла церемония закрытия 12-го кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс». Фестиваль, не имеющий аналога в мире, задуман в форме ежегодных конкурсов на лучший фильм, созданный актерами театра и кино. В конкурсной программе этого года было представлено 19 фильмов. Из них 10 – это полнометражные игровые картины. В коротком метре были представлены 9 лент режиссеров-дебютантов. Гран-при «Золотого Феникса» достался Юрию Быкову, режиссеру фильма «Завод», с формулировкой «За честное отражение нашей действительности» посредством кинематографа. Приз-дебют «Рубиновый Феникс» имени космонавта Гагарина получил Антон Коломеец, режиссер фильма «Ваш репетитор». Приз «Зрительских симпатий» сапфировой «Феникс» имени актрисы Людмилы Касаткиной достался Дарьи Беневской, автору короткометражного фильма «Меня зовут Петя». На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте disna.defistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok